Меня зовут Руслан, 36 лет мне. Пришел к Господу я 8 лет назад, когда жизнь моя была разбита, растерзана. Я был наркоман, 10 лет я находился в зависимости, вот перед тем, как прийти к Господу. На тот момент уже и отношения с семьей были испорчены, и в тюрьме я уже посидел, и в больнице уже пытался освободиться от зависимости. Мне ничего это не помогло. И вот однажды в больнице мне один человек сказал, что для таких, как ты, есть выход. Я уже отчаялся, думал, ну правда, придется умирать мне от наркотиков. И я приехал в реабилитационный центр. Сказал мне об этой церкви, вот парень, который мне в лечебнице наркологической сказал, помог мне туда добраться пастор, он в Лисосибирске был ответственный за церковь, и он меня отправил туда, купил мне билеты, отправил. Пройдя программу реабилитации, я остался служить в центре. Послужил, потом отучился в библейской школе, в миссионерской. На тот момент я уже, как говорится, полным ртом хлебнул той жизни. Наркотики, воровство, ложь. То есть это... Я устал от той жизни. И вот когда я попал в реабилитационный центр, я понял, что я мечтал об этой жизни, когда тебе нечего бояться, когда тебе никого не надо обманывать. Это был как глоток свежего воздуха в моей жизни. И у меня даже мысли не было ни одного раза, мне кажется, чтобы уйти из реабилитационного центра. Еще на реабилитации есть такое, знаете, явление. Когда ты ждешь окончания реабилитации. Ну, многие люди ждут, когда закончится реабилитация. А я вот в процессе реабилитации понял, что вот эта жизнь новая, это не реабилитационный центр, это вся оставшаяся жизнь моя. Это был мой выбор, и я даже ни минуту об этом не сожалел. И когда я понял, что моя жизнь, она изменилась, не потому, чтобы я какие-то решения принимал, а только потому, что я поверил в то, что за мои грехи умер Иисус Христос, и моя жизнь изменилась. И я понял, что из жизни многих людей, да по сути и немногих, а жизни всех людей, кто не уверовал в Иисуса, они нуждаются в изменении. И вот с тех пор как-то люблю людям говорить о моем Спасителе, о том, кто спас меня, о том, кто изменил мою жизнь, о том, кто подарил мне вечную жизнь. Да, вот это меня сюда и привело. Еще, будучи неверующим, я отучился в мореходном, ну, не в мореходном, в речном училище. И вот как-то по профилю мне пришлось вот сюда позвали на катер, на этот евангелизационный, я согласился. И вот ни минуты не жалею, хоть как бы походы сложные бывают, непростые, но мне нравится. Просто я понимаю, что есть люди, до которых вот так сложно добраться, и по сути никто им может и не сказать, вот, кроме нас. И вот, есть в России такие войска, рот войск, которые называются воздушно-десантные, и у них девиз никто, кроме нас. И вот, я думаю, этот девиз очень четко подходит как раз к нашей экспедиции, что кто, кроме нас. Когда вот в тюрьме я сидел за наркотики, и у нас в камере был Новый Завет. Маленькая брошюрка такая. Я когда читал Новый Завет, я прям понимал внутри, что я вот этого искал всю жизнь. Это как вот, как будто жаждущий добрался до источника воды, и вот, мне очень нравилось читать Новый Завет. Уже будучи в церкви, как-то Бог повел меня в служение евангелиста. И однажды я вот, ну, как бы стараюсь с людьми как можно чаще разговаривать о моем спасителе. И как-то в один момент пришло такое уныние, что ли, я не видел плода. То есть, проповедуешь, с людьми общаешься, как-то люди не каются. Я, читая Новый Завет, в одном месте увидел, апостол Павел пишет в послании Коринфянам, говорит, труд наш не тщетен пред Господом. И вот эти вот два случая в моей жизни, они это подтверждают, что первый раз приехала команда евангелистов, ну, насколько я помню, они из Канады приезжали. Я даже не помню ни имен, ни на лицо даже не помню этих ребят. Но суть в том, что они приехали к нам, говорили нам о Христе. и сегодня вот я уверовал, я спасен. Не могу сказать, что по их евангелизации, но верю, что тот труд, который они делали, он внес свою лепту в то, что я сегодня спасен. И вот о служении братьев Гедеонов тоже это на самом деле очень сильно, то, что они делают, что Слово Божье, оно доступно для людей становится вот через служение этих людей. И апостол Павел говорит, что труд наш не тщетен пред Господом. И вот это меня вдохновляет идти дальше, вдохновляет говорить с людьми, вдохновляет не останавливаться, и как-то предает силы жить для Христа, что ли. В Корее, когда мы были, я у одного брата подсмотрел, у него будильник на 9.38 стоит. Я удивился, думаю, время какое-то необычное. Я говорю, а что будильник у тебя для чего так стоит? Он говорит, в Евангелии от Матфея 9 главой 38 стихом Иисус говорит ученикам своим, чтобы они молили Господина Жатвы потом, чтобы выслал делать или на свою Жатву. Я, говорит, стараюсь в это время каждый день молиться об этом. Я вот тоже как бы с того времени молюсь. Не всегда получается когда-то пропустишь это время по тем или иным причинам, но это время есть. И вот как бы хотелось призвать, может быть. И вот даже вот эту поездку нашу я вижу как ответ на молитвы многих людей. Я знаю, много людей молятся. Иисус однажды сказал своим ученикам, что в небесном царстве есть проблема. И проблема это кадров. Он говорит ученикам молите Господина Жатвы, чтобы выслал делателей на свою Жатву. И вот с определенной поры своей жизни я начал молиться вот об этом. У меня заведен будильник на 938 АМ. Не знаю, будет кто-то это видеть или нет. Я молюсь о том, чтобы господин выслал делателей на свою Жатву. И даже вот команду в сегодняшнем дне я смотрю, что господин выслал делателей на свою Жатву аж из-за океана. И это уже не первая команда, которая приезжает из другой страны, чтобы делать здесь Жатву. И вот еще один момент, почему считаю важным говорить Евангелие. Вот моя жизнь изменилась благодаря тому, что были люди, которые не постеснялись говорить мне о своем Спасителе, которые мне говорили о том, что если Иисус, который был распят за мои грехи, жизнь моя может сегодня измениться, если я поверю в то, что Он умер за меня и воскрес на третий день для моего оправдания. И вот поэтому считаю важным идти и говорить о своей вере. И ни одно слово, которое будет сказано вами о вашем Спасителе, к людям, пусть даже смеются над вами, пусть даже крутят пальцем у виска. Все равно написано ни одно слово не останется тщетным у Господа. И сегодня вы скажете этому человеку, он над вами посмеется, а завтра другой скажет ему, послезавтра третий, через месяц четвертый, и в один прекрасный день человек этот задумается. Потому что есть принцип в духовном небесном царстве. Павел говорит, всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется, но тут же он говорит, а как призывать того, о ком не слышали? А как слышать, говорит, без проповедующего? А как проповедовать, если не будут посланы? И вот мы сегодня посланы Господом, чтобы возвещать о нем, говорить о нем людям, погибающему миру.